Меня зовут Виталик. Я играю на Чаре и Маге. Прилетели мы на предыдущем трансфере, который до этого был. Не который этот был, а другой. Похрючить сюда. На Леону вторую. На Леону вторую, да. Но случилось так, что мы прилетели и через три дня прилетел другой сайт. А еще до этого мы сражались по два-три дня с другими ребятами. Ну и мы выигрывали постоянно в 12 человек. А сейчас как дела у вас? Сейчас у нас дела отлично, я бы сказал. Фармим той пробужденных боссов. Биору. Тоже не пробужденных боссов. Понятно. А что о Чаре можешь рассказать? О Чаре могу рассказать, что взял уровень и взял себе хаос. Вместо метеора. Метеор будет следующим то, что я накоплю за ордена. А ты можешь сейчас полететь в Башню Держести? В Башню Держести? Угу. Мы полетели. Пвп, маг, это имба. Тут надо нажимать на кнопочки, в отличие от Гладиатора. Ты раньше на Глади играл, да? Я раньше, да, играл на Гладиаторе. На таком меньше среднего буста там ничего не было. Ну я скажу, раньше я Гладов боялся, они такие были, больно били. Они фирят, и если у тебя там еще есть, помимо этого, разрушение доспехов, то и есть Берсерк там, чтобы стоять блоки какие-то. Разрушение доспехов такой. Какой скилл? Красный? Фиол? Фиол. Ну он прикольный в ПВП. Покажи свои статы. Там зависит все от того, что она одета на ПВП, а на ПВЕ. Угу. Вот такие статы покажут. 150, 222. Можно сделать вот так, типа маг урон будет чуть больше. Тебе хватает для этого, для второго той? Да, мне хватает. Ну не в красной комнате, я так решил просто. В красной комнате только с Арбом стою. Ну и с Крестом, собственно. Понятно. На обычных локах. Ну, в обычных комнатах. На обычных комнатах. Нормально. Ну да, так. Куда бы уйти ото всех? Сейчас, я скажу, посвободнее стало. Ну да. Намного посвободнее. Люди куда-то переехали. На Барц, на Эрику, наверное. Ну, скорее всего, да, потому что... Ну, скорее всего, на Барц переехали. Ну, или на Эрику там тоже в Крю. На Барце пятом, по-моему, тоже. Или на каком-то из Барц, там нету РР. Там один пустой Барц вообще остался. И чтобы работяги туда прилетели, фармили, бегали боссов. Ну, а те, кто в состоянии фармить боссов и настроены, значит, в дальнейшем сражаться, фармят боссов... Ну, сегодня планирую купить Кристаллыния. Паки, паки, не донатчик. Вообще, за игру ни разу не донатил на паки. Так могу сказать сразу. У этого перса есть донатные акулы? Да, есть. Ну, и процент коллекции вот такой. 40%. Ну, вот тебе агатионов сколько у меня? Красных, один фиол. А, ну, коллекции нажми сколько закрыто по проценту. Коллекции собрано 43%. А карты? 30%. Маловато. Не, ну фиол карты есть уже. Ну, да. Уже хорошо. Ну, и там пробужденные две штуки и всё. Покажут. Так, ну, наверное, давай ещё замер сделай, наверное. Просто там 5 минуток. Замер? Давай. Да, и всё. Маг с хаосом. Да, маг с хаосом. Думаю, и метеор не за горами. Ну, да. Не, седоний, то не за горами. Ну, то фри игру я столбался, блин. По 2 миллиона всего в неделю, блин, фармлю. Не могу больше прыгнуть. А если б я донял бы, уууу, я б уже был бы с хаосом. Вообще можно засекать не 5 минут, а 2-3 минуты. Это я рассказываю, кто не знал. Оно всё равно не будет, ну, почти не будет меняться. Значение, там, процентов, ну, процентов опыта. Нет, процент опыта, да, потому что одинаковый процент опыта идёт. А процент Адена может поменяться. Да, Адена просто, она по-разному сыпет. Там и полтора, и две, и 0.20, короче. 0.24 давай. 0.24 где-то. Да, 0.24 там было. Ну, первый красная комната сейчас подбегу. Правда, сегодня, даже день фарма, первый. Но и этот, ладно, не страшно. Я просто так, замеры там снять, все дела. Ну, первый свободно ставил. Ну, ладно, красная комната занята. Ну, хотя бы обычную комнатку. Какую-то. Ну, сейчас вон в те круглые пробегусь. Первый по полу, наверное, забить. Как всегда. Сейчас, время, время сейчас. Там тоже занято, я вот вижу. Святость тоже третья там, на этом, на посохе. О, здесь можно постоять. Я, кстати, купил тот плащ, только плюс шестой. Вчера посидел, подумал, посмотрел. Весь урон. А какой у тебя был? У меня был до этого... Я пользовался двумя плащами. В PvP и в PvE. В PvE я пользовался... Сейчас я тебе скажу. Плащ монарха в PvE. А в PvP я пользовался... Плащ этого духа. Плащ этого духа плюс седьмой. А почему не это, не на скилл рез или тебе хватает? Вот этот кронвиста. У меня такой был, да. Только смотри. Я, ну, конечно... Он лучше, да, в PvP. Вот этот хорош и в PvP, и в PvE. Ну, объективно, типа, там весь урон плюс два, и там защита до хрена. Ну, и защиты, да, он дает больше, намного. Да? Ну, смотри, если даже так сейчас откроем, что там... На два. Давай, вон, плюс шестой, как и у меня. Ну, тут добавляется только сопротивление умением, и все. Ну, новый. И сопротивление урона от оружия плюс два. Не, в принципе, можно его на PvP использовать. Ну, и защита одинаковая, как бы. Ну, не, ну, тот точится на четыре, а тот на шесть. Плащ Гармункуса на шесть, свободно точится. Так, ну, давай замерчик на две минутки. А, еще эти скиллы посмотрим, и все. Кристаллы на всех как-то там. Ну, типа, да, но это, типа, у всех по-разному раздается. У некоторых вообще не раздается. У некоторых, может, малюта, бухи, так я не знаю. Ну, смотри, мы их распределяем на... Ну, вот, я ходил, там, посещал мероприятия, там, Той, Виору, и мне за... Ну, там, несколько раз, там, допустим, пять, и мне, там, за это 50 кристаллов. Ну, это я так приблизительно говорю, не обращая внимания. Вот, ходил больше, получишь больше. Короче, я понял, я понял. За алмазы понял. Так, 0.25, 0.25, ну, нормально. Да, скиллы еще покажи, и все, расскажи что-то о чаре, не знаю, там, пвп, нюансики какие-то там. Ну, в парме маг лучше, намного. Я бы так сказал. Ну, вот, есть снежный шторм, отмена, усилие замешательства, усиленные восстановления заклинаний первой, буря третья, тайная мощь, великое владение посохом. И с Фиолой не хватает только двух за Адену. Не накопил. Ну, достаточно быстро выносишь, слушай. Да, да и банки не потратил ни одной еще. Как со второго спустился, ни одной банки не потратил. Опа, замес, замес, ничего себе. Смотри, ты еще в пвп поймал, хаосом затормозил. Ну, да. Хорош. Да, да, вот вам и пвп видели, быстрое. Да, такой паровозик погнался. Там, может, что расскажешь, интересненькое. Прохранен он? Да, что-то вот, там, ваши цели, как у вас там распределяется, там, может, что-то кому-то. Честно ли, честно, вот, и самое главное, честно ли все распределяется. Ну, насчет честности, я тебе так скажу, я не знаю. Так, это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Честно, ну, по словам эволюции нашего Кэлла, ну, все честно. Я себя не обделю? По-честному? Вообще, Альянс. Ты что-то можешь получить, там, к примеру, выбьют, там, посох Небулита с этого, с этого, блин, нежити вот это из кладбища. Ты можешь на него претендовать, к примеру? По моим сатам? Нет. Я могу претендовать на ветку. Ну, и еще зависит, да, и еще, и еще зависит от активности в Той. От активности Той, Беору, межчарвленных боссов. Именно у нас в клане на Лево 2, в кланах, в обоих. Статы персонажа и активность, правильно. Статы персонажа и активность, короче. Да, это у нас такая политика бастардов и фениксов. В джастах то же самое было, как бы. Я просто сам из бассандов, меня выкинули, там, типа, ну, могу большой актив проявлять, могу маленький, ну, это так, к сведению. Поэтому я ушел во второй состав. Ну, мне сказали, я ушел во второй состав, это даже будет правильнее сказать. Ну, у нас все честно, в нашем клане, все честно. А насчет Альянса я уж тебе говорить не буду, заикаться. Да нет, Альянс это, это большое такое, такая семья. Там на одном сервере может одно быть. Ну, делим мы боссов, типа. Другое. Вот, делим мы боссов, ну, не знаю, как тебе сказать, там у нас есть таблички. И кто, если упадает краснуха, ну, определенного сервера, допустим, Лево 2 упала краснуха, все, он вычеркивает, это был следующий босс. Если тем не упала краснуха, они следующего босса фармят такого же. Если им упала, то мы встаем на их место. Вот так. Подожди, у вас боссы раскидываются по кланам, получается? Нет, это именно Той, Биора, ну, по серверам. Лево 2 фармит этого босса, не упала краснуха, еще раз фармит. Это именно за Альянс. До выпадения краснухи, я понял. Ну, это именно за кланы, именно по серверам. По серверам, да. Именно, что я могу сказать, за Альянс по дропу. Сейчас мне там написывают тоже. Ну, прикольно, слушай, прикольно. Вот. А что тебе еще рассказать? Ну, что можешь рассказывать. Что не секрет. Ох, какой хитрый какой. Что не секрет. Да я даже не знаю, что секрет. Только у меня завтра потом, если написать КЛ будет, то это будет печально. Давай я скрою твой ник, короче. Это тайный разговор. Голосы не мой знают. Голосы не мой знают. Я переделаю. Да ладно, не мажь, что забей, не привыкай. Да я шучу. Да ну, такое. Не, если не правда, то нет. Не, мне надо такое вот. У меня чисто контент основывается на какой-то правде. Сейчас все, что я рассказал, я... Нет, все, что я рассказал, сейчас правда. Ну, все, что я понял, это все правда. Вот. Ну, и как мы фармим боссов, это все правда, я сейчас рассказываю. Ну, типа, у меня нет смысла наебывать там и всякое такое. Сейчас, сейчас вот коплю, девятые буду делать. Шикарно, шикарно, да. Скоро, скоро девятые. А стопроцентные можно сделать? Можно. Да, полтора ляма. Такое себе удовольствие. Тебе, короче, метеоры, сосок не хватает, а так чар прикольный. Вот вкусный чар очень. Видать, их там в Валянии что-то не устраивало. Подожди, подожди, подожди. Они объявили войну. Не вы, они объявили. Нет, они. Они первые нас сливать начали на локациях. Я слышал такое, что какие-то нонеймы бегали, сливали вас. Первое, нет, нет. Их сливали нонеймы. Это были... Можешь не вставлять, да, пожалуйста. Я сейчас расскажу просто тебе лично. Ну, это про уже бегали наши люди на твинах. Ну, не на твинах, а бегали наши люди, купили чар на нашем севере, бегали и их сливали. Они вышли на альтов, сели. Ну, так же, как и было на войне. Они переключались на альтов и играли с альтов. Ну, просто вырезали всех, всех прям, всех, подчистую на локациях. Кто без стага, не подчинен щитком, варов, кто стоял на чарах, именно. Всех, короче, вырезали. Таких недорогих, которые могут дамажить и всякое такое по ним. У нас еще был Дэнни, которому дали красный лук склад. И он их тоже пиздил. Потом они тоже пересели на альтов и начали нас вырезать. И еще на чарах дополнительно. Ну, и некоторые могли стоять в локациях, а некоторые нет. Кто-то стоял в городе, кто-то стоял в КХ, у кого было много АДН, кто-то стоял в КХ, в городе, у кого АДН много. У меня, естественно, ее не было. Я стоял на локах, но меня не находили. Осталось там. Я понял, очень интересно, очень. Ну, а так, по-честному же все было у вас до этого? Да? До вот этих разборок. Честно все. Да? Типа, два дня фармили они, и день мы фармили. Ну, нас не устраивало, конечно, но не два клана, типа. Нам пришлось согласиться, чтобы не было... Мы хотели тоже похручить плите, типа... Контент получился более разговорный такой. Я не могу судить. Пускай рассудят ваши лайки и ваши комментарии.